По словам Шульца, именно Путин остановил поставки газа по северным потокам, чем поставил под вопрос 50% снабжения Германии газом. Неспокойно сейчас в парламенте Великобритании часть депутатов-консерваторов подготовили план, в соответствии с которым бывший премьер-министр Борис Джансанюк сможет снова вернуться во власть. Ну и спасибо большое всем тем государствам, которые эти санкции приняли. А санкции ведут и к чего? Не знаю, что дальше идет, куда идет. Все непонятно. Почему я здесь об этом говорю, почему отчасти здесь так немножко нагнетаю страсти, что называется. Мы просто должны понять, что нам придется работать в этих условиях очень и очень долго. Очень долго. Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Ведь сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций. Легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами. Посол РФ в США в ответ на новый пакет американских санкций, разрушающих российскую военную промышленность и запрещающих закупки российского золота, заявил, что США нарушают правила игры. Вот такая игра. Слово «игра», «правила игры» часто звучали в журналистских материалах и порою из уст государственных деятелей и дипломатов. Но теперь эта фигура речи в политическом контексте явный анахронизм. Что это? Игры закончились 24 февраля 2022 года. Началась суровая военная жизнь. Это серьезная вещь. Там, где по злобной человеческой воле развязана война, где гибнут и страдают миллионы людей, для игры нет места. Действия антигитлеровской коалиции в 1939-1945 годах меньше всего были игрой. Это была тяжкая борьба за право на жизнь и свободу. Нам такая игра не нравится. Борьба завершилась безоговорочной победой над нацистским злом. Нравится, не нравится. Терпи, моя красавица. И для тех, кто убил сам себя в рейх канцелярии, и для тех, кто оказался на скамьях подсудимых в Нюрнберге, та война не была игрой. Где нацификация рано или поздно ждет не Украину, а Россию. А там и Нюрнберг, и Гага недалеко. То, что происходит в мире сейчас, тоже не игра. Дипломат Анатолий Антонов должен это осознавать со всей ясностью. Он представляет страну, совершившую агрессию и ведущую жестокую войну на пространствах независимого и суверенного государства. Большая часть мира преисполнена желанием эту войну прекратить. Агрессора примерно наказать. Предпосылки новых войн в этой части мира искоренить так же решительно, как они были искоренены в Западной Европе после 1945 года. Мы же с вами не хотим такого развития событий. Политические игры закончились 4 месяца назад. Ныне за восстановление мира идет жестокая борьба, в которую так или иначе вовлечено почти все человечество. И действия США, их санкционная политика – мощное оружие в этой борьбе за право на жизнь и свободу. Как искренне и беззаветно. Они хотели бы нас уничтожить. Послу Антонову следует понимать это. Как и то, какую сторону он избрал в нынешней борьбе и что будет из этого следовать. Американцы нам на радость движутся в сторону ада. Все предельно серьезно. Никакой игры. Это опасные игрушки. Ответить им не дождетесь. Очень хочется ответить им не дождетесь. Но, к сожалению, мы знаем, что за последние 100 лет дважды дождались. Правда же? В 17-м году дождались и в 91-м дождались. И наша собственная история показывает, что у нас это возможно. Без всякой ядерной войны, без всякого с их стороны специальной или не специальной военной операции. Мы можем довести страну до Цугундра, до развала, до Харакири, до отъедания самим себе рук и ног. Россию нельзя победить. Ее можно только развалить изнутри. Против переговоров мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться. Специальная военная операция, я считаю, уходит в новую стадию. То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО, а пощады не будет. Пощады не будет. Мы с вами, как ни странно, промежуток. Или промежность, если угодно, да? Как говорил один классик в своей песне в шансоне. Опа, опа. С чем-то срослася опа. Президент России Путин на встрече с военкорами сказал несколько потрясающих вещей. Самое яркое вот это, цитирую дословно. Мы, то есть Россия, в отличие от Украины, не можем действовать террористическими методами. Потому что у нас государство, страна, а там режим. То есть, следуя господину Путину, если одно государство силами нескольких армий без объявления войны нападает на соседнее государство, то оно не совершает акт терроризма. А вот если это соседнее государство начинает в соответствии с Конституцией и всеми международными законами защищать свою территорию, то оно режим террористов. Следующая фраза. Еще интереснее, когда господин Путин сказал, что цели спецоперации остаются неизменными, но тут же добавил, что они постоянно меняются. Как хотим, так и понимаем. Ну и третье. Вновь обвинение проклятого украинского режима за то, что он ставит памятники фашисту Бандере. Надо напомнить еще раз господину Путину, что Бандера был украинский националист. Каким бы он ни был плохим, но он не был фашистом. Иначе бы он не сидел всю войну, последнюю, Вторую мировую, в концлагере именно у немецких фашистов. Прежде чем бросать такие ярлыки о фашистующем Бандере, и прежде чем говорить, что это фашисты типа Бандеры, вы хоть биографию Бандеры, самую маленькую, в любой энциклопедии откройте и прочитайте. Мужик-то отсидел в концлагере Заксенхаузен с июля 41-го года по декабрь 44-го года. Это в том самом Заксенхаузене, где убили Якова Джугашвили. Какой фашист? Откуда фашист? Ведь как только Бандера объявили, правильно это называется, акт возрождения украинского государства, как только Бандера в июле провозгласил акт возрождения украинского национального государства, он тут же оказался в концлагере и всю войну там просидел. Но, когда немцы его выпустили, потому что им нужно было попробовать взять под себя УПА, украинская постанческая армия, которую мы тоже красим одной жирной черной краской. Они выпустили Бандеру в декабре 44-го года, и Бандер отказался сотрудничать с немцами. Как он мог сотрудничать? У него ведь два брата были уничтожены в Освенциме, в концлагере. Задайтесь вопросом. Когда вы кричите, что Бандера – палач украинского народа, и чуть ли не всемирный палач, и чуть ли не самый кровавый палач времен Великой Отечественной войны, вы задайтесь вопросом. Где он это мог сделать? Мы не потерпим существования анти-России у нас. Неспокойно сейчас в парламенте Великобритании часть депутатов-консерваторов подготовили план, в соответствии с которым бывший премьер-министр Борис Дженсанюк сможет снова вернуться во власть. Кир Олаф назвал рост цен на энергию последствиями, внимание, российского империализма.